Всем привет, продолжаем знакомиться с художниками Сюзанна Валадон или Сюзанна Валадон, выраженная Мари Климантин Валад. Первая женщина, принятая во Французский союз художников, известна как натурщица и мать художника Морриса Утрилла. Валадон посвятила живописи почти 40 лет своей жизни. Сюжетами ее рисунков и картин служили преимущественно женские обнаженные тела, женские портреты, натюрморты и пейзажи. Валадон никогда не училась в художественной академии, никогда не ограничилась традиционными рамками в искусстве. Служила натурщицей для многих известных художников. Она изображена на таких известных картинках, как «Танец Бужевалле» и «Рагюста Ренуара», «Танец в городе», «Портрет Сюзанны Валадон», «Анри де Тулус Ладре». Рошла в бедности одна со своей матерью, прачкой Смон Мартра. Не знала своего отца, сменила несколько мест работы, в том числе она трудилась в мастерской Мадиски, на фабрике по изготовлению похоронных венков, занималась продажей овощей, была официанткой. В 15 лет она получила работу в самой желанной для себя сфере – акробатке в цирке. Это стало возможным благодаря ее связи с графом Антуаном де Ларош-Фуко и Тео Вагнером, двумя художниками-символистами, участвовавшими в оформлении декораций цирка. Цирк посещали такие художники, как Тулус Латрек, Берта Моризо, что предпочтительно послужило причиной создать Моризо работы с изображением Валадон. После падения с трапеции карьера в цирке у Валадон закончилась. Валадон, вероятно, научилась рисовать в 9 лет. Я пользуюсь переводной Википедией. В парижском квартале Мон Марта она сперва проявляла свой интерес к искусству, служа натурщице и музе для художников. Одновременно с этим наблюдая и изучая их методы, что впоследствии помогло и самой стать известной художницей. Начала работать модели на Мон Марта в 1880 году в возрасте 15 лет. Более 10 лет она позировала для множества художников, включая Берту Моризо, Пьера Сивиль Пьюви, Дешавана, Теофили Стейнлина, Пьера Агюста Ренуара, Жан Жака Энера, Анри де Тулус Латрека. Работала моделью под именем Мария, до того времени, как Тулус Латрек не прозвал ее Сюзанной. В течение двух лет она была любовницей Тулус Латрека, отношения с которым закончились попытки ее самоубийства в 1888 году. Она зарабатывала репутацию очень целеустремленной, амбициозной, упрямой, решительной, уверенной в себе страстной женщины. В начале 1890-х годов Володон подружилась с Эдгаром Дега, который находил ее рисунки смелыми, а картины прекрасными. Он покупал ее работы и поддерживал ее. Володон оставался одним из его ближайших друзей до самой смерти в 1917 году. Ренуар написал ее портрет на полотне «Девушка, заплетающая волосы» в 1885 году. Приобрела славу известной художнице при жизни, пользуясь уважением и поддержкой со стороны современников, таких как Эдгар Дега и Рангюст Ренуар. Ее принимали профессиональные ассоциации, ее работы жюри пропускала на выставках. Вела богемный образ жизни, постоянно проявляя свой мятежный характер. Из-под ее кисти выходили натюрморты, портреты, пейзажи, отличавшиеся строгой композицией и яркими цветами. Но, однако, наибольшую известность Володон принесли ее откровенные, множенные женщины. Она нарушала социальные нормы того времени, тем самым привлекая к своим работам дополнительное внимание. В 1994 году стала первой женщиной, допущенной к членству в Национальном обществе изящных искусств, выдержав при этом жесткую конкуренцию. Поставлялась на осеннем салоне 1909 года, на салоне независимых. Дега был первым, кто купил ее рисунки. Она не была привязана к определенному стилю, но в ее работах отчетливо проявляется эстетика как символизма, так и постимпрессионизма. Работала преимущественно с масляными красками, карандашами, пастелью и красным мелом. При этом она не пользовалась тушью или акварелью, так как эти субстанции были слишком текучими, то не отвечала ее потребности. Картина отличается насыщенными цветами и смелой, открытой кистью, зачастую с использованием четких черных линий, определяющих и обрисовывающих фигуры. Володон работал над некоторыми своими картинами до 13 лет, прежде чем представляла их публика. Родила сына, ставшего впоследствии известным художником Моррисом Утрилла. Было много романов с известными людьми. Была известна свобода мыслим и даже эксцентричностью. Говорили, что она появляется в обществе с букетом морковки, держа в студии козу. Ела свои неудачные картины и по пятницам в честь постного дня кормила своих кошек и крови. Умерла 7 апреля 1938 года. Ну вот так вкратце из переводной википедии о французской художнице, первой женщиной, которая была принята во Французский союз художников, Сюзанна Володон. Или Сюзанна Володон. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Сюзанна Володон. 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 Сюзанна Володон.